АЛЕКС КОВАЛЬ, АННА МИШИНА, МАМА ДЛЯ РОМАШКИ ПРОЛОГ Ноги подкашиваются, и я оседаю на стул, поднимая взгляд от бумаг на Руслана. «Ну как?» — на его упрямом лбу пролегли две продольные морщины. «Понравилось?» — кивает на зажатую у меня в руках папку и ещё больше хмурится Беркутов. «А теперь расскажи, как ты попала в мою фирму?» «Мне дал направление институт», — говорю осипшим голосом, с трудом продирая горло. «Да не надо мне заливать эту ерунду, будешь лить её в тачке, как ты попала именно ко мне?» Тон не терпящий возражений. Мужчина подаётся чуть вперёд, упираясь локтями в стол. Желваки на его лице ходят ходуном, а потемневшие глаза прожигают яростным взглядом. «Я правда не понимаю, о чём ты, вы...» Пытаюсь проморгать подступающие слёзы. «Я прекрасно осознаю, в каком свете сейчас видит меня Беркутов». «А мне кажется, понимаешь, не надо лжи, Алиса. Я сделал нужные выводы. Не стоит больше унижаться». Дёрганый резко поднимается с места мужчина и направляется на выход. Я вскакиваю следом и хватаюсь за рукав его пиджака, как за своё единственное спасение. «Разве дети в ответе за своих родителей?» Пытаюсь достучаться до него, надеясь, что услышит, что поймёт и поверит. «Ты уволена!» — зло рычит, выдёргивая свою руку из моих онемевших пальцев. «Расчёт и рекомендацию получишь в бухгалтерии. Свободно!» Искривившись с таким презрением, промелькнувшим в глазах, отворачивается от меня, направляясь в сторону лифтов. «Ты дорог для меня, Руслан! Я никогда бы так не поступила, даже под страхом смерти!» Кричу в ответ, но он не обращает на меня никакого внимания. Вот так, одним махом, окончательно вычеркнув меня из своей жизни.